На этой площадке очень скоро можно будет как следует погонять шайбу или даже выполнить стройной тулуп. Каток площадью 2000 квадратных метров появится за Домом культуры Слави, а здесь подходит к концу строительство Ледового дворца. Как реализуется программа по развитию спорта в городе Щелково, на каком этапе находится строительство важных спортивных объектов, решил проверить советник губернатора Московской области Олег Жолобов. Он провел осмотр двух физкультурно-оздоровительных комплексов, посетил Ледовый дворец и будущий ФОК на Дальнем Воронке. Здесь два ФОКа строятся, и они должны в этом году сдаться, и слово «должны» абсолютно правильно. ФОК, рядом с которым мы находимся, строится по губернаторской программе, 50 ФОК. Андрей Юрьевич, будущий исполняющим обязанности губернатора, заявил о том, что наша Московская область спортивная нуждается, в спортивных сооружениях, безусловно. Строительство Ледового дворца началось в прошлом году и сейчас подходит к завершающей стадии. Этот проект – результат реализации программы губернатора Московской области. Олег Жолобов совместно с председателем комитета по спорту администрации Щелковского района осмотрели внутренние помещения комплекса от будущего катка до кафе и раздевалок. Здесь еще предстоит провести отделочные работы и решить вопрос с электроснабжением. Для поддержки хорошего льда необходим большой объем энергии. Мы ходили сегодня, смотрели по этажам, готовность достаточно высокая, но в связи с тем, что это высокотехнологичный объект, связанный с подготовкой и варкой льда, необходимы определенные мощности, которые заявлены проектом. Сейчас есть определенные сложности на данном этапе, но все это решаемо. Полагаю, что к осени этот объект будет введен в срок. Многофункциональная игровая площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола появится во втором физкультурно-оздоровительном комплексе, который откроется на Дальнем Воронке. Примечательно, что этот объект строится исключительно на средства бюджета городского поселения Щелково. Всего в работу планируется вложить 119 миллионов рублей. Фок с игровым залом и залом для единоборств у нас строится за средства городского поселения. Также планируется к сдаче к концу 2015 года, как и планировалось. То есть 90-летию нашего родного города Щелково будет два больших спортивных подарка. И с одним фоком, и с другим фоком уже можно делать ландшафтные работы, что, собственно, сейчас и ведется. Есть, конечно, проблемы с оборудованием, с замещающим импортным оборудованием, с теми же заливочными машинами. Но я думаю, что все это решится. Так у молодежи Щелковского района очень скоро появится масса новых возможностей направить свою энергию в правильное спортивное русло. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».